77 лет со дня начала Великой войны. В День памяти и скорби на Алтее проходят десятки патриотических акций. Не теряйте бдительность. Эта неделя выдалась напряженной для автомобилистов региона. Гроза заходит. Только за сутки от разрядов молний в регионе выгорело почти 6 гектаров леса. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представители администрации края и города, кадеты, бойцы поисковых отрядов, а также студенты прошли колонны от Площади Свободы по проспекту Социалистическому до Мемориала Славы. У Вечного огня участники патриотического марша возложили цветы. А накануне Барнаул присоединился ко всероссийской акции, а завтра началась война. О том, как она проходила, смотрите в вечернем выпуске. Эта неделя выдалась напряженной для автовладельцев края. На алтайских трассах произошло несколько десятков серьезных ДТП. А накануне в аварии, которая случилась в краевой столице, пострадал маленький ребенок. Инцидент случился во дворе одного из барнаульских домов. Лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. При ударе пострадала трехлетняя девочка, которая, судя по всему, ехала не в специальном кресле и не была пристегнута. Малышка вылетела в заднее окно. Сейчас она находится в больнице и накануне же погиб мужчина, которого два дня назад в Барнауле сбил автомобиль на трамвайных путях. Неясным остается, насколько серьезные травмы получил пострадавший. Но, как сообщает прокуратура, краеводитель мог вовремя затормозить и предотвратить трагедию. На автомобилиста заведено уголовное дело. В Рубцовске хотят внедрить электронные проездные. Нововведения, по мнению депутатов и предпринимателей, позволят удешевить проезд до 18 рублей. Об этом сообщает информационный портал Рубцовск.Инфо. Какие еще новости попали в поле зрения, журналистов Сибирской медиагруппы смотрите в обзоре. Инициатива внедрения электронных проездных в Рубцовске обсуждается уже не впервые. Многие двумя руками за нововведение. К примеру, руководитель троллейбусного предприятия Сергей Черноиванов считает, что Рубцовск не должен отставать в развитии от других крупных городов края. По его мнению, введение электронного расчета за проезд позволит осуществлять мониторинг пассажиропотока, и что особенно важно, снизить стоимость проезда хотя бы на 2 рубля. К тому же это очень удобно для пассажиров. При расчете не придется искать мелочь. Инициативу поддержал и представитель товарищества автоперевозчиков Рубцовска. Только вот когда она будет реализована, предприниматели и депутаты пока не определились. От ударов молнии за сутки выгорело почти 6 гектаров леса, сообщает московский комсомолец на Алтае. С начала пожароопасного сезона всего в крае произошло 54 лесных пожара. Непосредственно от удара молнии случилось 30. Провоцирует возгорание переменчивая погода, которая сопровождается грозами. Нынче по этой причине леса горели в Волчихинском, Егорьевском, Зональном и Михайловском районах. И в завершение о самых интересных событиях рождественских чтений, которые продолжаются на Алтае. Сегодня в 18.30 в Барнауле перед зданием Краевого драматического театра состоится концертная программа «В каждой песне я вновь оживу». С участием приезжих актеров в театре и кино. Завтра с 9 утра до 12 часов можно попасть на экскурсии по Касихинским библиотеке и Краеведческому музею. В час дня откроют памятник Роберту Рождественскому в Касихе. А после трех часов всех приглашают в Яр Любви на рок-фестиваль. Показательные выступления спортсменов по мотокроссу. Здесь же пройдет и праздничный салют. Как добраться до Касихи читайте на страницах комсомольской правды Барнаул. Татьяна Голубева, Наш Новости. В Барнауле пару часов назад завершился пикет против повышения пенсионного возраста. Акции организовали профсоюзы Края. Пикет организаторы решили провести сразу же после того, как законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в Государственную Думу. Предполагается, что женщины будут уходить на пенсию не в 55 лет, как сейчас, а в 63, а мужчины в 65 вместо 60. Этот законопроект, пожалуй, стал самым обсуждаемым. За последнее время волна критики и возмущений прокатилась по всей стране. Так, в глобальной сети россияне создали петицию на имя президента страны, премьер-министра, а также руководителей Государственной Думы и Совета Федерации. В петиции попросили не поднимать пенсионный возраст. Отметим, что она собрала уже более 2 миллионов подписей. Прибавка урожая до 3 центнеров с гектара при одной обработке, а при комплексной до 10 центнеров. Такой эффект дает современная минеральная добавка нанокремний, который применяют все больше алтайских фермеров. Накануне удобрения нового типа презентовали на Дне Сибирского поля. Это препарат, который содержит в себе кремний, не в форме соединений. Измельченный порошок меньше молекулы ДНК. Растения легко используют его как строительный материал для укрепления своего организма. Влияет на корневую систему, влияет на листья, ткани, повышает стрессоустойчивость растений, устойчивость к засухе, устойчивость к заморозкам, устойчивость растений к стрессовым воздействиям химических веществ. Такие результаты уже получили ученые агрофакультета КРАИ и руководители десятков алтайских хозяйств. Препарат просто распрыскивают по полю и уже через две недели листьев и стеблей у растений больше, их цвет насыщенней. Нанокрем не применяют и для сельхозкультур, и для плодовых овощей. За счет использования чистого вещества продукт полностью экологичен. Гостям агрофорума представили современные модели техники. Среди них особое место заняла продукция компания «Алтай Кузов». За ней едут из Новосибирска, Омска и Красноярска. А все потому, что на предприятии постоянно совершенствуют конструкцию кузова. За счет рифленого листа грязь на бортах не остается, соответственно гнить борт не будет. Вот эта конструкция панели, она придает борту особую жесткость, при которой не требуются никакие стяжки при работе и так далее. Четвертый год подряд компания представляет свою продукцию на агрофоруме. На этот раз она презентует новую модель самосвальных кузовов. Специально для сельхозпроизводителей, главных клиентов фирмы, предусмотрена разгрузка на три стороны. Кузов поднимается назад до 65 градусов, а значит на таком Камазе зерно с комбайна можно сразу везти на мехток. Еще одно преимущество «Алтай Кузова» – сочетание прочности с остальной легкостью, что особенно актуально при весовом контроле на дорогах. Продолжение следует... Оторвись от комба, покажи своей девушке настоящую романтику, сходи в поход с семьей, приготовь ужин на костре, будь мужиком. Сеть магазинов «Трофей». В Крае преимущественно без осадков. В Славгороде и Тольменке 30 градусов выше нуля. В Барнауле днем около 30 тепла и без осадков. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин